На основе исходного кода RedHat Enterprise Linux создается полностью совместимый бесплатный дистрибутив AlmaLinux. Именно его мы будем использовать для подготовки к сертификации от RedHat. AlmaLinux можно скачать с сайта almalinux.org как с помощью прямой ссылки, так и при помощи торрента. Весь данный курс был сделан на дистрибутиве CentOS Linux, который также является копией RedHat Enterprise Linux. Но с недавних пор CentOS прекратили поддерживать, и для актуальности курса я выбрал AlmaLinux. Можно сказать, что единственными отличиями являются названия, логотип и сайт, поэтому весь курс переделывать смысла нет. Просто имейте в виду, что там, где я буду говорить CentOS, для вас это Alma. Мы можем скачать образ DVD-диска на 9 гигабайт, в котором есть весь необходимый для установки софт, либо минимальный образ на 700 мегабайт, который при установке будет докачивать необходимое из интернета. Так как я буду устанавливать систему несколько раз, с графическим интерфейсом, без графического интерфейса и так далее, я скачиваю DVD-образ на 9 гигабайт. После того, как все скачается, запускаем VirtualBox и создаем новую виртуальную машину. Если в названии указать цен, то программа сама предложит тип операционной системы Linux и версию RedHat 64-битную. Дальше указываем количество оперативной памяти для виртуальной машины. Минимальное значение 2 гигабайта, но в дальнейшем без графического интерфейса можно обойтись и меньшими параметрами. Дальше выбираем создать виртуальный диск, так как он нам нужен для операционной системы, а готового диска у нас нет. После этого указываем тип диска, в зависимости от того, будет ли нам нужно переносить этот виртуальный диск на другие платформы. Так как мы этого не планируем, выбираем VDI, родной формат для VirtualBox. Дальше выбираем, как наш виртуальный диск займет пространство на нашем реальном диске. Тут два варианта. Либо мы даем виртуальной машине диск каким-то виртуальным размером, реальный размер которого будет изменяться в зависимости от действительно занятого пространства, либо мы сразу выделяем место для виртуального диска, после чего это место станет недоступно для хоста, независимо от того, есть там данные или нет. Есть небольшая разница в производительности в пользу фиксированного размера, но динамический метод оставляет больше места на компьютере. Часто такие подходы к выделению пространства называют син и сик провиженник соответственно. После этого выбираем, где будет храниться виртуальный диск и его объем. Объем зависит от количества устанавливаемых программ и хранимых файлов. При минимальной установке желательно давать объем не меньше 8 гигабайт, а в нашем случае я укажу 20 гигабайт, которых хватит с запасом. После нажатия Create кликаем правой кнопкой мыши на появившейся виртуальной машине и заходим в настройки. Во вкладке General Advanced Shared Clipboard выставляем значение B-directional, что позволит копировать текст между хостом и виртуалкой, то есть создаст общий буфер обмена. Во вкладке Display Screen Video Memory повышаем значение до 64 мегабайт или выше, так как при малых значениях графический интерфейс виртуальной машины может подвисать. Во вкладке Network Adapter 1 меняем Attach to NAT на Bridget Adapter, то есть сетевой мост и указываем сетевой адаптер, к которому подсоединена сеть на нашем компьютере, что позволит виртуальной машине быть в той же сети, что и хост. После этого нажимаем OK и Start, что запустит виртуальную машину. Ritalbox предложит указать образ, с которого будет установлена операционная система. В появившемся окне выбираем Add и указываем ISO образ CentOS, который мы скачали. Дальше выбираем этот образ и нажимаем Choose. В новом окне появится меню, где по умолчанию выделено Test This Media. Эта опция начнет проверять установщик на целостность, что занимает время. Выберите опцию Install CentOS Linux 8 и нажмите Enter. Затем загрузится графический установщик, в котором можно будет работать мышкой. Если вы попытаетесь нажать на экран, VirtualBox предупредит вас, что виртуальная машина перехватит вашу мышку, из-за чего вы не сможете использовать ее на хосте. Это не проблема, потому что когда вам понадобится, вы можете нажать правый Ctrl и освободить мышку, поэтому нажимаем Capture. Когда дело касается языка установщика или операционной системы, рекомендую использовать английский. Очень важно знать IT-терминологию на английском языке, а также это позволит вам избежать дальнейших недопониманий. Теперь давайте пройдемся по настройкам. В меню Keyboard добавляем нужную раскладку и выбираем горячие клавиши для переключения раскладки. В меню Network & Hostname включаем сетевой адаптер, чтобы появилась сеть, и указываем имя компьютеру. Во вкладке Time & Date убеждаемся, что включен Network Time и указываем правильную временную зону. Во вкладке Software Selections выбираем Workstation и ставим галочки перед теми пакетами программ, которые мы хотели бы установить. Заходим во вкладку Installation Destination и просто нажимаем Done. Установщик сам разметит диск. Я не буду рассматривать вопрос разметки диска сейчас, так как это требует понимания многих тем, которые мы еще не прошли. Нажимаем Begin Installation. Пока идет установка, мы должны задать пароль пользователю Root и создать пользователя. Root – это пользователь, у которого есть все права на систему. Он может делать с операционной системой практически все. Дальше создаем пользователя и ставим галочку «Сделать этого пользователя администратором». И хотя у нас есть пользователь Root с полными правами на систему, безопаснее использовать пользователя с административными правами. Затем дожидаемся установки системы. После установки следует проделать еще пару операций. Во-первых, перезагружаем виртуалку. Если у вас снова появилось окно установщика, то нужно отмонтировать ISO образ. При включении принимаем лицензионное соглашение. Затем логинимся пользователем User, после чего рабочее окружение, называемое Gnome, спросит у нас пару настроек и покажет окно с возможностями. Дальше стоит установить обновление. Для этого нажимаем «Activity», «Терминал» и в терминале вводим команду. После чего терминал спросит пароль пользователя. Эта команда обновит нашу систему. Иногда при сбоях с сетью команда может выдать ошибку, поэтому стоит прочитать последние строчки. Если вы видите там error или что-то в этом духе, то попробуйте заново запустить предыдущую команду. Если complete, значит все нормально. После обновления нужно установить пару программ. Это нужно для дальнейшей установки гостевых утилит, драйверов и утилит, необходимых виртуальной операционной системе для работы с гипервизором. Без них виртуалка тоже работает, но некоторые функции будут работать неполноценно. Не будет определяться разрешение экрана, не будет общего буфера обмена и т.п. На продвинутых гипервизорах такие дополнения могут показывать на хосте детальную информацию об операционной системе виртуалки и даже управлять ей. После того, как успешно выполнилась предыдущая команда, перезагружаем виртуальную машину, затем снова логиняемся нашим пользователем. Дальше в окне виртуалбокса в меню девайсов выбираем «Insert Quest Edition CD Image». Скачиваем необходимый образ диска. После скачивания этот диск подключится к виртуалке, где мы можем нажать «Run» и программа установит гостевые утилиты. Когда в новом терминале появится надпись «Press Return to close this window», нужно еще раз призагрузить компьютер. На этот раз операционная система правильно определит размер экрана и подстроит под размер окна VirtualBox. Советую вам подтыкать настройки и программы, чтобы ближе познакомиться с графическим интерфейсом. А чтобы не пришлось переустанавливать систему после того, как вы случайно что-то сломаете, давайте сделаем снимок. Это функция гипервизора, которая позволяет сохранить текущее состояние виртуальной машины, что позволит в дальнейшем откатиться к этому состоянию. Для этого нажимаем на значок рядом с виртуальной машиной, «Tools», выбираем «Snapshots», нажимаем «Take» и указываем название и описание. Снапшотов может быть несколько. Чтобы откатиться к какому-то состоянию, выключаем виртуалку, выбираем «Snapshots» и нажимаем «Restore». Для примера я снял снапшот, затем удалил папку «Pictures» и отмонтировал диск с гостевыми утилитами. А затем восстановил этот снапшот. Вирталбокс также предложил снять снимок текущего состояния системы перед восстановлением, но это мне не нужно, поэтому я убираю галочку. После восстановления папка «Pictures» и образ диска на месте, как будто я ничего и не изменял. Вирталбокс